Восвятая служба информации, телерадио компании Гомелю, студии працу Александра Гамоля, глядите у гэтым выпуску. Новые правила, новые махчимости, еще больше свободы для деловой инициативы. Президент Беларуси подписал указ номер 376. В Кармянском районе прошел День депутата. Об каких проблемах рассказали местовые жихары подчас приемов и встреч, ведая Олег Сентюров. Газета «Сушка» Гомельского державного технического университета означила свое 20-ти годы. Наш корреспондент Ганна Ковалева высветлила, как началась история одной из самых поспеховых студентских газет Гомельщины. А зараз об этом и иншим. Больше подробязно. Еще больше свободы для деловой инициативы. Колькость проверок бизнеса упрекметно скоротится. Президент Беларуси Александр Лукашенко на передании подписал отповедный указ. Документ один с целого пакета новаций, накерованных на стимулирование деловой инициативы. Некоторые были одобрены ранее, а зараз подписан указ номер 376. И он предупреждает отход от системы плановых проверок и усмотрение профилактической работы контролеров. Проверять то и иншее предприемство инспекторы будут выборочно, только при наявности комплексу подстав. Перелик держорганов, которые будут выполноважены проводить проверки, значительно скорочены. Указ предупреждает, что деятельность субъекта может быть припынена только в судовом парадке. При этом, руководитель предприемства, который не ликвидирует порушения, понесет отказность аж до криминальной. Разом с тем, когда грубые порушения допустить контролер, его чекает администрационная отказность. Когда люди ожидают жить в невеликих вёсках, необходимо створать для них ответственные умовы. Такая думка прогучала подчас проведения Дня депутата, который сегодня прошел в Кармянском районе. Об каких проблемах рассказали местовые жихары подчас приемов и сустреч, ведая Олег Сентюров. Совместно с районным исполнительным комитетом мы провели прием граждан в форме живой диагностики. Поступило 65 вопросов и 49 были поставлены на контроль для их решения. День депутата не только мог чемусь сустреться с людьми, а и взять на контроль пытания, которые хвалюют член Совета Республики, Национального схода Республики Беларусь, или на трибунах приводить прием граждан на территории Коротчика, как сказал Сейдсовета. Некто скажет о невеликих пенсиях былых работников сельскох предприемств, что они дозволяют рымать пособную господарку. Некто вздамая пытания утилизации бытовых будовничных и растительных отходов. Их вывоз на один и в районе полигонка, что и правда не шмат, але для некоторых ферсковцев их это далеко не лишние сродки. Як выник забруджение смесь землясов, это проблема не только кармянского района, ты можешь оперативно, необходимо ее вырешать. Вот он привез, выгрузил и здесь же его поймали. Ну пойдут разговоры о том, что это все наказуемо, тогда, конечно, поменяется мнение у людей о том, куда же все-таки нужно девать этот мусор. А пока проблемы будут. Приемы у сельских советов и со встречи у працовных коллективах на протягу дня депутаты сельских, кромянского районного, гомельского областного советов, национального сходу разум с працовниками широкого громадских организаций наведывают некольких насильных пунктов от великих до самых маленьких. Веска, незвучайные назвы Сапашки, кажут, что неколи тут жили шауцы, які вырабляли боты для усягонного коля. По перепису 1897 года тут проживало 380 человек, в 1959-м 230, зараз усягон 5. Сегодня это одна из самых маленьких вёсток кармянского района. Переезжать в Кармуть и иншие вёстки сапашковцы не сбираются, а тому задача органов улады – створить належные умовы для полновартостного проживания минавито в этом населенном пункте. Тем более, что, не глядя на взрослые, местовые же хоры завсёды были життёво активными, как Мария Мажейка, шмаддетная мать и кавалер ордена працованного червоного стяга. 20 курок старых, 20 молодых, 11 уток индауток и 4 гуси. Огород 70 соток. И ещё одно питание, узнятое по инициативе самих депутатов. Необходно больше активно реализовывать адукационные проекты для молодых людей у сферы предпринимательства. Это дозволит местовые молодцы быть больше конкурентно-здольными на рынку працы. Терёт наибольшое життя-здольных пропаднов открытие школьных бизнес-компаний, где наученцы будут знакомиться с основами предпринимательской деятельности с перспективой наступного открытия уластной справы. Сначала я бы после учёбы, конечно же, открыл свою сеть в Гомеле для первоначального развития. А после приехал бы в Корму прославлять свой родной город. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадио-компания «Гомель», Кормянский район. 18-го и 19-го Кастричника в Беларуси пройдут в учении по реагованию на радиоцинные аварии. У них удельничают органы кирования и сил державной системы попереджения и ликвидации надзвычайных ситуаций. На территории Гомельской области практичные мероприемства пройдут в областном центре, на одном из пограничных пироходов, а так само в Житковицком, Кармянском, Речицком, в Светлогорске и Хойницком районах. Мета таких вучениях – проверка готовности системы оперативного реагования, у якой заденечены службы передачи и распаусюджения информации, транспортного забеспечения, энергозабеспечения, охова сельских господарших живел, рослин и иншие. У районах, где запланованы вучения, можа спрацовать система обвестки. МНС просит не створать панику и быть готовыми до вучения. Газета «Сушка» Гомельского Державного Технического Университета и Мясоухого означила свое 20-ти годы. Наш корреспондент Ганна Ковалева высветлила, как началась история одной из самых успеховых студентских газет Гомельщины, что она уявляет собой сегодня и как склались лёсы тех, чьей рукой были написаны первые стороны выдачи. Житёвы НУ, навыковые новины, фоторапортажи, анонсы головных мероприемств и многое иншее. На 16 полосах самая яркая и цикавая. Студентская газета с потешной назвой «Сушка» мая довольно серьезный спис узнагород и досягнению. За 20 годов она не раз была признана лепшим выданем у своем роде. Причим, в масштабах всей Украины с момента заснования до выпуска газеты приклали руку больше за тысячу студентов. Всё нежно працаванный за 20 годов имидж потребляют два редактора и 10 человек – фотографов и корреспондентов. По профессии это будущие инженеры, программисты, маркетологи и экономисты. Однако, не глядя на выбор техничной специальности, усеяны уже зараз робят упыльненные кроки у журналистацы. У нас постоянно идет развитие в газете, мы постоянно привлекаем новую кровь, новые идеи в газету. Студенты приносят всегда идеи нам интересные какие-то. Мы всегда работаем на одной волне со студентами, с нашей молодежью. Цикаво, что минавито студенты, коли сте и выступили з идеи створения гэтой газеты, там у тебя перешние поколения редакций, таки история Сушки ставится с великой повагой. До этого часа тут заховали самый первый номер газеты. У адреснини от сучасной Сушки, он чернобилый, складается усяго с двух сторонок. До речи, есть масса прикладов того, как за 20 годов студентские газеты меняли назву. За этот час изменилась и назва и самого университета имя Сухого. А вот имя газеты, которую створили в его стенах, засталось и першопочатковым. Хоть на момент створения и было несколько вариантов. Теперьшний коллектив газеты не только занимается журналистской праце, а и является инициатором молодежных конкурсов и акций. В уголе усе галовные студентские мероприемства проводятся минавито Сушкой. Сегодня газета уже вышла за рамки традиционного друкованного выдания. Она стала серьезной творчей пляцовкой. А для кого стей стартом в будущую профессию? Наглядный приклад – Ирина Чернявская. Девчина-колистая сама училась в техническом университете имя Сухого и сегодня могла быть поспеховым инженером-механиком где-нибудь на лицейной вытворчасти. Але лёс распорадился инакш и поплывала на гэта якраз таки газета «Сушка», редактором якой Ирина и была у студентские годы. Сегодня яна уже вядома журналист, намесник галовных редактора газеты «Гомельские ведомости». Хотя, кажется, что такое студенческая газета, для кого-то это просто вкладыш. Я сама училась в университете Сухого, и для меня учеба просто так учиться – это было скучно. И, наверное, именно «Сушка» меня и привлекла. Она разнообразила жизнь студенческую, раскрыла во мне многие творческие потенциалы. У нас была достойная хорошая команда, мы до сих пор общаемся. Многие люди благодаря «Сушке» понаходили семьи. И это очень тоже трепетное и важное для нас было. Ну и пожелать не останавливаться на достигнутом, продолжать побеждать, как мы и раньше побеждали, и радовать университет, находить достойных людей и развиваться. Ганна Ковалева, Ялгин Макеенко, отели рады у компании «Гомель». Личные дни застаются до финального гала-концерта масштабной акции «Моей краине». Ее кропка будет поставлена у «Гомеля» уже в эту субботу на пляцовце каля лядового палаца. Нагадаем, акция была обвешена летость. За гэтый час яна побывала ва усіх районных центрах «Гомельшины». У кожным городе была своя программа, але задача ва усіх одна – прытягнуть насельництва и у першую чаргу молодь до реализации корыстных справ. Финальному гала-концерту попередничая целый шарах мероприемства. Яны будуть проходить литерально кожный день. Организаторами выступят найбуйнейшие громадские молодежные организации краины, ну тем лику БРСМ и БРПА. Так, тольки пионеры «Гомельшины» проведуть некальки десятков мероприемств, у яких примуть удел, прикладно, пау тысячи школьников. У программе квесты, флеш-мобы, экологичные акции, песенные конкурсы и многое іншее. Свою программу мероприемства усклали их старейшие коллеги – члены БРСМ. До прикладу их силами будет организована акция по доброупорадкованию мемориала «Партизанская крынишка». После уборки молодь погутарит с ветеранами, які расскажут про историю этого памятного объекта. А кроме того, пройдет целый шарах открытых диалогов на темы занятости молоди, патриотизму и военного минулого Беларуси. До конца тыдня активисты БРСМ так само наведают у Луковскую допоможную школу-интернат, где проведут с детьми творчий конкурс и урушат им памятные сувениры. Программу мероприемств так само разбавят флеш-мобы, як во Университетах Гомеля, так и право на улицах. Нагадаем, финал акции отбудется у гэтую суботу, каля Лядового палаца. Усих жадающих, пляцовка чекает за 11 годин. У столицы Франции Парижи проходит чемпионат Европы по тайландским боксе. У складе сборной краины на турнир отправилась гамельчанка Ганна Шитова. Сегодня выхованка с Дзюшар спортоварыства «Динамо» проведет первый поединок. Спортсменка выступая у ваговой категории до 60 килограммов. Дарайше Ганна Шитова у вересни выиграла бронзу Кубка Свету по кикбоксингу. А ранее стала другой на чемпионате Беларуси в гэтом же виде спорту. У Центральной городской библиотеки имя Ерцина отбылось открытие выставы живопису «Геннадзя Шуремова. Город над Сожем». Экспозиция примиркована до 875 годзя Гомеля. Подробязности в нашем наступном материале. Картины «Геннадзя Шуремова» просякнуты любовью и пяшчоты до своего родного города. Яны небы запрашают глядачов на незвычайную прогулку по улицам Гомеля, промышающую подчас яе по-новому зернуть на звыклые мястины. Фарбы на полотнах настолько глубокие, что максимально реалистично передают нам легкую смугу ранешнего туману, а для устрывания городских будинков улуженных после дождю. И шматлякие и иншие маляуничые кутки города над Сожем. Свежесть почутцев и в образов и умение бачить пригожая у звычайных речах – усьога эта визитная картка майстра. Игна Шуремова уроджанец Гомеля, яко гаминовитародный город, и натхняет на творчасть. Да что вдохновляет красота, наверное, города. Я, так скажем, спасаю красоту, потому что сейчас, так скажем, много развелось такого, мягко скажем, абстрактного и разного искусства, которое люди даже не понимают. Я работаю в русской реалистической школе, поэтому это все сделано в такой технике русской реалистической школы. Основывая у Ленчага Мастацтва Геннадь Шурему спочатку спастигал у ведомого майстра Валентина Пакаташкина. Затым влучился у Минске Мастацким в училище. Первая персональная выстава аутера отбылась в 1989 году в Литве. Особливо пленными для Мастака стали 90-е годы. Великая колькость его работ, написанных у той перы, зараз находится у приватных коллекциях у Италии, Германии, Испании, Израиле, США и инших краинах света. Выстава живопису Геннадия Шуремова «Город над Сожем» для аутера третья персональная полику. У Центральной городской библиотеки имя Ерцина убашить ее можно до 22 листопада. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио «Кампания Гомель». На этом тыдне необъясная канцелярия будет радовать Жихаров Гомельской в области пособливому, теплым и солнечным надворьям. У ближайшие дни дожоу так само не прогнозуется. По попередних прогнозах синоптиков, у первой половины тыдня чекается переменная воблашность. Переважно без опадков, у особных районах махчимы туман. Ветер заходний, полднево-заходний – 5-10 метров в секунду. Температура поветра в ночи до плюс 12, у день – до 20 градусов. У другой половины тыдня на дворе на Гомельщине крыхузьменится. У особных районах махчимы краткочасовые дожи и туман. Слубки термометров у ночи максимально уздымутся до 10, у день – до 17 градусов со знаком «плюс». На этом выпуск завершенный. Усяго доброго и до встречи у эфира.